всем волшебного дня меня зовут настя сегодня у нас очередной мукбанг осенний хэллоуинский как я и говорила у меня кисадиле гуакамоле начис сырный чеддер какао и попробуем сырный соус от самокат не знаю насколько записывает микрофон прошлый раз почему-то не записал конечно все не съем а есть у меня сыр вешенки двух помидор и перец знаю что идея не нова я вставляла туда свечу хотела гирлянду не нашла вставляла свечу но в дневном свете смысла никого нет не видно покажу что за натиск я не денем сыр чеддер солененькие и конечно вот лучше чем-то сладеньким замучила меня аллергия так а просто значит быстро так наемся на поведение вроде бы махинур давлата вы что ли вы встречались только с вегетарианцами и второй вопрос как вы относитесь к тому что будущем муж будет не вегетарианцем вам это не принципиально не принципиально встречались только с вегетарианцами и вообще не говорила что-то сейчас вегетарианцы я не знаю лично ни одного во-первых и веган даже вегетарианцы никогда не встречала правда и был вопрос про родители там про родственник нет я одна семья такая молодец так что не встречалась с вегетарианцами с веганами как вы относитесь к тому что в будущем муж будет не вегетарианцем вам не принципиально это кто сказал что у меня будет муж что я хочу замуж и что у меня будет муж принципиально ли мне это не знаю раньше не было но я встречалась с парнями я говорила вам про двое серьезных они не были вегетарианцами веганами ну в идеале хотелось бы потому что мне не очень хочется готовить я очень люблю готовить я хочу люблю готовить для всех готовить вообще хоть кому люблю кого-то накормить не проманья кого-то накормить всех вокруг поэтому эту обязанность я прям точно хочу хотела бы взять на себя но лично я не очень хочу готовить не веганскую еду конечно там как сложится обстоятельства я не знаю вот можно я мой партнер если он появится будет не веганом не знаю я попытаюсь честно вам приносить я попытаюсь как-то убедить хотя бы для начала вегетарианство ну конечно лучше сразу веганом потому что мыска то нет я попытаюсь как-то рассказать не агрессивно никак убедить и снова благо дракончик как-то себя чувствуешь физически ощущает что-то я вот читаю и мне как будто дислексия как-то себе как-то себя внутренне физически ощущаясь после того как перестала употреблять мясо опять вопросы да все пробегают ну что ж честно так много лет прошло что я уже как-то привыкла не помню что точно у меня раньше в школьные годы где-то живот болел не знаю с чем-то связано вообще с этим ли это связано не часто не поболел живот а еще на веганстве конечно перестал носить конечно чипсы не жрать то так все хорошо и жоги нет и знаете у меня я очень болела но не очень в общем не могли определить школьный в старших классах не могли определить чем я болею попробуем соус лечили меня от гайморита потом оказалось что меня не гайморит я задыхалась когда болела заболевала у нас ну простудой уровень не могла по ночам спать прям задыхалась мне даже прописывали вот эти баллончиков для астматиков не то чтобы я астматик в общем когда я заболевала мне тяжело было очень как-то переносилась это и всякие анализы давала витамины пила а потом оказывалось что мне на эти витамины аллергии мне брали кровь и они такие ой а у вас на них аллергии вам их нельзя вы поэтому еще сильнее задыхаетесь так я походу сейчас не открою нет открою ну я бы практически не болею конечно на парку и обязательно на этой неделе заболею не плевать ну редко ну например раз в год если два раза в год то ну я прям очень легко и под низко дней у меня такой химозный сыр сырный вкус ну чувствуется майонезная основа много вы не съешь ну-ка попробуем и так испортится потом думаю с картошкой хорошо будет каким-то вот расходом может быть ребят конь мне не с чем сравнить я еще никаких веганских сырных сыров не пробовала они что прям вау такой майонезный соус со вкусом сыра вот я бы так с назвала попробуем потом что-нибудь еще ну вот в общем я редко болею простудой иными заболеваниями или простуды и это ну видите надо же еще нормально питаться а я тоже же бутербродики на бутербродиках тоже на реку не уедешь а леткой в общем я легко переношу болезнь а внутренне внутренне в смысле физически понятно да внутренне в смысле морально но постоянно все равно кажется что мало делаю для животных стараюсь ну вроде города с тобой опять собачьи драки так лиси здравствуйте какие у вас есть татуировки что они означают обедаюсь одну по моему постоянно не замкли замечал нет частенько видите на банках 10 метров я развяжу потом не завяжу от сакура у нас это парная тропка с моей сестрой не такая же только другой стороны как бы зеркальная не знаю ничего просто как-то решили но она смотрела как у себя татуировку татуировку новую сделать что-то листали я идею договорю вместе сделаем одинаковые игру выбери мне покажи я посмотрю если понравится она конечно больше в ее стиле мне не очень нравится она такие любит акварельные не очень нравится как она исполнена мастер-то нормально было хороший просто не в его стиле татуировки мне почему-то даже кажется что у нее симпатичнее он нам еще в разные дни делал то есть и в один день у меня следующий по моему эти как они нас помнили супер идентичные потому что он так от руки ну там не был задача супер идентичным еще у меня одна на мало 2 всего 2 татуировка на ноге прям спереди на ляжка снегирь у меня вообще не считаю что татуировки должны быть прям особо смыслами как бы как я себе это преподношу что снегирь это стойко стойко сибирская птичка мне нравится такой смысл как бы переживает сильный мороз да так скажем как ты вот так это для себя трактовала хотелось бы вообще полностью забиться сразу если будут вопросы и хотелось бы конечно очень хочется надеюсь когда-нибудь ну может быть кроме лица и не знаю но я бы прям хотел много мне нравится очень олдскульной татуировки в олдскульном стиле так может быть еще на один вопрос успею ответить потому что очень короткий мубанг я уже лопну скоро ну еще чуть-чуть места есть насть вопрос так юля поваляева вы похожи сестрой внешне по характеру большая ли у вас разница возрасте и ваши взаимоотношения вы единое целое моей сестре сколько не в общем на три года меня младше внешне мне кажется что не похоже совсем форма лица у меня вот круглого не более овальная она выше меня ростом она прям у меня свой русский конечно это русом на блондинка у него волнистые волосы мне кажется у нас носы разные ну вот наверное что то есть такое что когда люди нас вместе видят они такие сразу вы сестры да у вас прямо одно лицо хотя и мама говорит что мы не похожи не в стороне виднее видимо привыкаешь может глазами похоже мне тоже от меня серые глаза ну серо-голубые у нас у отношения ну такие себя абсолютно разные все разные по характеру вообще абсолютно тоже мне кажется как внешне разные мы так и по отношению к жизни взгляда на жизнь разные со всем у нас такие не близкие иногда тяжеловато я бы сказал отношения но вот если вы просто если понимать единое целое как брат за братом вот такие то такое да если что-то случится что-то меня обидит или и обидит что-то такое произойдет то мы прям друг за другом горой да да а вот так чисто гнать как этому подружки постоянно общаются такого вот нет мы проводим время вместе на даче вместе время проводим но она вообще не любит чтобы я не разговаривали рассказывал кому-то даже то что сейчас рассказывают такие подробности все но возможности на это увидит то и ему и не понравится вот так у нас есть знаете в чем похожесть мы любим ничего не делать лежать на диване смотреть сериалы а это точно вот это вот из дома не выходить как много еды вкусно есть конечно соус я вам не знаю чем правда ребят писать и я в этом соус не ела не как-нибудь потом еще ось какой-нибудь попробуй пойдется или можно будет сравнить я поняла принципе учитывая что я других не ела месяц мир не было бы альтернативы той но я вот долго буду есть конечного срока годности наверняка там надо так только низко не сказано сколько после вскрытия хранить на общий срок годности смотрим насиловаться не будем сколько съедим только сидим все 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 было вкусно намного ну что там тут еще есть пару вопросов на вот и вижу но я уже не успею еще раз благодарю всех за просмотр всем чао какао